друзья 3 сентября сегодня настала пора снимать некоторые винограды наши сейчас попробуем продегустировать замерить сахар ну чего как он вкусный очень это столовый гарольд дай-ка мне попробовать на самом деле удивилась даже что он довисел потому что мне кажется пусть бы съела все ну да кстати ничего и саша такое приличное количество давай я померю сахар на он необычайно вкусный ароматный рефрактометром мы будем мерить сахар с вашего позволения буду потихонечку подъедать нет ягода не сладкая попалась нижняя есть 13 брикс 13 это мало но у него слабая кислотность поэтому вкус воспринимается как гармоничный такой приятный очень сахарный прям так еще давай попробуем давай 19 нам надо на свет смотреть как бы не знаю по хорошему надо бы оставить еще нагрузка на куст очень большая куст молодой поэтому я буду снимать чтобы лоза вызрела когда в следующем году не было у меня проблемы был тоже урожай пока не до жиру и лето поганенькое было как вы сами знаете июль абсолютно мерзопакостно поэтому сейчас давай я буду срезать и укладывать конечно сколько лет сколько этому кусту возрасту ищи табличку нет ладно срезай да если я увижу три точно четыре может быть мне кажется три потому что он такой но кисти очень скажи красивые приличные и не рыхлые и вообще отлично можно сказать даже продажные какие-то вот такие вот такой вот здесь вот купая зеленоват не сладкий мне кажется что мы даже может быть и кислинку бы еще не не помешала вовсе очень сахарный так этот мы снимаем кадренку мы оставляем это кадрянка это августин а вот кстати получается что это кисть от этого единственного куста вот так это же другой куда я смотрю так получается как на одном кусту разные кисти так еще мы сегодня снимем по 34 пойдем к нему так по 34 я скажу вам сразу я уже мерил здесь сахар он был 21 брикс да ты что это винный сорт он идет хорошо дополняет п-34 п-26 и п-33 у них кислотность повыше а у этого сахара побольше как будто вот страна забора она как раз самое но миксовать их в винограде по жару о винограде в вине ну вы поняли короче вот здесь даже 22 посмотрю попробую да да видно рефрактометр откалиброван что как бы он показывает правильно я его для пивоварения в основном использовал для винограда первый раз скажи вот этот вот ягодка вот это она с косточкой правильно конечно по ты попова это винный сорт горит датами не давал мне же запрещалось тебе дать ты сама воешь если так внизу под ползу рот откроет ахрясь и не будет твой кисти попробуй какой сладкий есть саша я не чувствую забыльного вот этого именно ну ты имеешь ввиду виноград который до своей жизни ела в подмосковье изабелла якобы да на самом деле это и альфа скорее всего ты имеешь ввиду что нет ничего общего с тем вкусом ламбруски нет вот именно изабелка есть такая вяжущая немножко это вообще виноград не вяжет сейчас я тебе дам виноград который тебе напомнит то что ты ел до этого его снимать не будем пока но я тебе дам попробовать хочешь да иди пока тогда зилге подходи потихоньку сейчас я сделаю вид что я знаю где-то на кисти на самом деле очень низко до всегда все очень сладкий и кусочка у него совсем мягкая общение твердая она спела и корочка корочка была коричневая ложа понимаешь в наших краях достичь фенольной зрелости винограда очень сложно нам бы хотя бы сахара набрать какого-то и конечно разговаривать для тех кто с бронепоезда фенольная зрелость винограда это что когда набирает онтонины необходимые специальные вещества которые на фига полу южное вино с добавлением сахара зачастую без добавления сахара сахар не нужен более чем можно сделать подоюсь у нас вина должна достичь определенного градуса они определенного того что ты сказал сахара бухнет туда побольше ладно куда-то мы едем в зилге пойдем забыл куст шевченко который хотел удалять но не вкусный наград иди попробуй сколько сахара много сука мало ну ты все уже другой возьми посмотри вот это мимо а вот это нельзя размазать мало смотри весь сплошная мякоть прям беда ну так возможно с мякотью врать будет 13 половины но может не показано с половиной не такой сладкий но попробуй на вкус понравится он тебе давай я его срезаю в любом случае он тут уже или оставить даже не знаю слушай может поставить через нагрузка маленькая слушай я его оставлю смотри нагрузки на курс нету пусть повисит еще сахар наберет и попробуй сейчас наконец-то я поймала вот что ты оставишь пусть повисит нет наверно еще повисит должен попробуй ой косточку хотел показать да нет косточка там белая будет да да это кто так это кристалл один из трех кустов который больше на солнце находится мы сейчас посмотрим я его снимать пока не буду посмотрим сахар очень янтарный прям цвет это тех это как он универсально его можно есть можно и вино делать херрис светлые вина будем убеждаться правда то мало ли к этому на плетет 17 все пусть висит пока а можно попробовать он не за изюмливается пока и пусть висит можно попробовать на пробу ну ты бери пожелтее это вот еще зеленовато вот это бери зато кислинка есть а вот снизу возьми желтый янтарный слаще будет вообще значительно это же такая разница да да иди стой стану шпалеры до зилги я щас вот это зилга да вы но очень красивая балтийский сорт и вот видишь при такой даже нагрузки не начинает глаза возревать ну то есть перспективный сорт и он мне не болел в этом году при двух обработках саша она высоко уже взрывает тогда достаточно так давай я померю а вот кстати говоря ты говорила что это изобельный вкус да ну который ты называешь и забыл это на самом деле альфа скорее всего в нашем регионе растет то что ты пробовал попробует напомнить тебе этот вкус или нет вот знаешь даже сразу видно что на кисти очень много дрожжей ты видишь на ягодах диких то есть вот когда стираешь их вот их пальцем можно стереть сразу видно вот это и есть дикие дрожжи они на покажи сахарист пока вот наверное будет сейчас твой вариант как раз 15 но она еще пусть висит потому что слушай ну а почему она на вкус вообще нет саш она изобельная но совсем не такая изобельная как вот прямо изобельность я просто не знаю о чем ты говоришь я не пробовал альфа ни разу но изобельную вашу я вообще даже поспорила что это не столовый сорт очень вкусно очень да мне не нравится просто шикарно не очень у нее какой-то какой-то косточка светлая терпкий такой привкус да ты что ты терпкий не пробовал конечно косточка светленькая еще очень вкусен мне нравится а ты можешь мне срезать такую кисточку но он еще не готов я тогда не знаю что кулатов да уже нет и мне вообще я перепутал здесь хотя я заберу тогда так ладно все остальное видео вы хотите плеваться косточками ну все короче говоря остальное мы оставляем на кустах остальное что кристалл по 22 по 26 по 33 зилгу кадрянку кадрянка уже ничего чарли или антрацит мы оставляем сейчас я левакомский устойчивый из теплицы сниму левакомский утилизирую и в эту баклажку пересажу виктор он тут гибридную форму так солярис я пробовал то маленькая сигналка очень сладкая я не мерил но по ощущениям около двадцатки короче брикс леопайз динтерс менее сладки но тоже ничего там у нас еще зреет ронда на ронда оставляем потому что еще сахар мало ронда это чисто винный сорт его как бы даже и сейчас рассматривать не особо нет смысла потому что вино я все равно не буду в этом году делать мы все съедим вот и в принципе августин там одна игру . ну и все в общем я говорю остается то что назвал и потом если будет возможность у нас попробуем еще раз замерить сахар и попробовать на вкус а вот почему стали снимать вот смотрите допустим п п 34 видите начинает уже в изюм до превращаться этот я снял его еще можно было оставить гаральд но я снял для того чтобы зрела на лоза потому что нагрузка гигантская на куст а он молодой я переживаю что загублю просто-напросто в этом году мы его и так сидим это первый нормальный так как сказать нормальный кавычках нормальный урожай поэтому нам нас и это устроит чтобы следующем году было нечто подобное или даже лучше мы лучше перестрахуемся чтобы лоза вызрела а вот этот куст и что же есть сигналочка пробовал магадан скотча попробуем нет если не готов потому что может быть такой что он просто маленький еще не вытягивает он очень меня тормознул в росте весной был подрыт кротами поэтому точно это именно этот куст до падает и нет нет не только здесь много и не только в этом причина это ага донской который из питомника и сортность его запрос вопросом если вы хотите сортность если вы хотите настоящий виноград который вот будет расти у нас то покупайте его только у проверенных заводчиков я уже называл это место это виноград . 7 форум наталья пузенка находите более удобных себе виноградарей по региону ты миша по региону да и заказывать там черенки черенки но черенки я заказываю черенки саженцы саженцами мороки людям много доставляет они дороже как бы смотрите сами общем а ты будешь черенки я буду черенки продавать но не сейчас потому что у меня молодые кусты я должен быть уверен что я продаю качественный посадочный материал даже черенки качественная у меня кусты молодые зреют лоза плохо на сутки севернее севернее практически всех возможных виноградарей на этом форуме но еще в ленинградской области я знаю есть в общем пока я говорю про наш регион центральной россии поэтому пока я продавать не намерен ничего так и что что ли излишки укореняют а может быть кому-то дарю кому-то продаю вот все пока ну покажи еще раз ящичек этот что можно сказать что даже в такое неблагоприятное для винограда лето мы получаем довольно таки неплохой результат очень вкусно неплохой результат опять-таки для север для нашего конечно южане просто посмеются над этим и будут конечно же правы нынче дайте на нашу лет пять глобального потепления у нас тут вообще буш дыни расти ну все всем пока подписывайтесь на канал комментируйте всего хорошего